Я вас приветствую, друзья! Сегодня у меня в руках лазерный дальномер, он же лазерная рулетка с площадки Xiaomi U-PIN. Поставляется в маленькой белой коробке. В комплект поставки входит лазерная рулетка, зарядный кабель microUSB 30 см, шнурок-петля, инструкция, естественно, на китайском, и еще какая-то бумажка. Первое, что бросается в глаза, это габариты рулетки. Она реально крохотная, 86 на 22 на 11 мм. Весит тоже очень мало, всего 28 грамм. Корпус рулетки выполнен из суперлегкого алюминиевого сплава. На лицевой панели под прозрачным пластиком находится небольшой ЖК-дисплей. Вообще, я не знаю, что это за приборчик, его можно запросто спутать с каким-нибудь MP3-плеером. Очень похоже. Ниже под дисплеем находится пластиковая круглая кнопка. Вторая кнопка, не круглая, расположена сбоку. Именно с их помощью мы и будем пользоваться рулеткой. Ниже под боковой кнопкой есть отверстие для ремешка, а с другого боку в корпусе имеется разъем для зарядки. На одном из торцов расположились фотоприемник и лазер в глаза не светить. В общем-то все. Аккуратный, компактный приборчик. Как пользоваться? Включается по короткому секундному нажатию на круглую кнопку. Выключается автоматически через 50 секунд без действия, либо по зажатию той же кнопки на 5 секунд. После включения на дисплее отображается в верхнем левом углу статус работы лазера и положение стартовой точки замера. Правее уровень заряда встроенного аккумулятора, угол наклона и индикатор интенсивности лазерного луча. Внизу экрана строка последнего замера и единицы измерения, метры, дюймы или футы. Всего дисплей вмещает историю о последних четырех сделанных замерах. Итак, стартовой точкой для замера по умолчанию является начало корпуса линейки. И чтобы изменить этот параметр, потребуется зажать круглую кнопку на 3 секунды. После этого начальной точкой станет торец с лазером. Для того, чтобы произвести элементарные замеры длины или расстояния, после включения коротким нажатием включаем лазер и повторным нажатием делаем замер. На дисплее сразу отображаются нужные нам цифры, занимает это буквально доли секунды. Допустимая погрешность измерения в нормальных условиях всего 2 мм. Погрешность для угла наклона не более 0,15 градуса. Максимальное заявленное расстояние 40 метров, минимальное 3 сантиметра. Фактически минимум для линейки у меня получился чуть больше сантиметра. Максимальное же расстояние производитель либо сильно преувеличил, либо у меня были не те условия, но по факту больше 15 метров на дисплее я не увидел. Из полезных функций у линейки имеется режим непрерывного измерения. Включается по удержанию круглой кнопки на 1,5 секунды. В этом режиме цифры на дисплее отображаются онлайн, так сказать. И сразу фиксируется минимальное и максимальное значение. Вторая функциональная кнопка, та что не круглая и сбоку, позволяет переключаться между режимами измерения площадей и объемов. Их здесь несколько, и все они обозначены значками геометрических фигур. Сразу понятно где какой. Замерить площадь дверного или оконного проема, небольшого помещения или рассчитать объем какой-нибудь коробки теперь проще некуда. У линейки также есть режим настройки. Включается по зажатию кнопки на 5 секунд из выключенного состояния. Это на случай, если лазер нужно откалибровать от 1 до 7 мм, или единицы измерения поменять. Еще в настройках можно выключить подсветку дисплея. Так, наверное, рулетка будет вообще работать вечно. А если серьезно, то одного полного заряда встроенной батарейки на 200 мАч должно хватать на 3500 из замеров. Это действительно впечатляет. Использовать линейку желательно на неотражающих, непористых поверхностях. В ином случае возможны сильные искажения в замерах. Производитель советует на такие поверхности прикладывать лист бумаги. Из основных плюсов этой линейки могу выделить компактность, алюминиевый корпус и очень крутую автономность на одном заряде. В остальном, по точности замеров и прочим показателям, особых нареканий нет. Все более чем достойно. Друзья, пишите в комментариях, как вам новинка, подписывайтесь на канал и обязательно ставьте лайки. Вам не жалко, мне приятно. Всем пока, всех обнял.